Давайте про фронт пару слов, а потом уже про Ближний Восток, про фронт. Захлебнулось просто кровью, соплями и всем остальным, захлебнулось нападение России на Авдеевку, наступление на Авдеевском направлении. Украинцы жесточайшим образом отметелили там все эти наступающие войска. Фотографии показывали спутниковые, 63 единицы подбитой техники только там в одном районе вот этой атаки на Авдеевку. 63 единицы за несколько дней уничтоженной российской техники. И собственно, в общем главная такая надежда российской армии на прорыв, она закончилась... В общем, главная надежда, потому что даже этот лысый Небензев ООН, он сказал, мы сейчас наступаем, наступаем в районе Авдеевки. Вот наступили. Как всегда, достияния очень сильно наступили, ну не буду говорить во что или на что. Вот, и оказались, в общем, вот там и оказались. То есть, наступление полностью провалилось. С другой стороны, у украинцев совершенно очередная блестящая операция. Как оказалось, ракеты Атакамц уже в Украине. Но я говорил, всегда они делают так, что они объявляют о намерениях поставки только тогда, когда, в общем, эти ракеты уже доставлены там. Или оружие уже доставлено. Тогда они говорят о намерениях. То есть, естественно, все пути доставки в полной тайне. А уже когда они, так сказать, пришли куда надо, уже там продумана вся логистика, как их хавать там, как использовать, тогда объявляют, что да, мы намерены это поставить. И вот Атакамц оказались уже в Украине. Залужный разместил видео первого пуска этих ракет. Красиво, конечно, нет под рукой, но красиво ночью взлетают эти ракеты. И вот стало ясно, куда они прилетели. Они прилетели по аэродромам в Бердянске и Луганске. И фактически уничтожили стоявший там авиационный полк новейших российских вертолетов К-52 «Аллигатор», каждый из которых стоит миллиард российских рублей. И его крайне сложно делать. Вот. И вот украинцы слегонца все это сожгли. Поговаривают, что полностью уничтожены там 7-8 вертолетов. Ну, это, я скажу, это серьезно. Потому что, конечно, вертолетная авиация была одной из самых больших проблем для украинской армии. Превосходство, ну, понимаете, там же, особенно, если мы говорим, Запорожская область, район Токмака, степи. И ты двигаешься по степи, вертолет тебя видит, черноет, за сколько километров. И атакует издаль. Ты ничего не можешь делать. Поэтому наступление шло пехотой, а не техникой. Потому что техника просто, она видна. И ее расстреливали вот эти самые «Аллигаторы». Теперь «Аллигаторов» стало значительно меньше. Как и кораблей в Черноморском флоте. Которые тоже неожиданно там как-то подорвались. И отчасти бежало в Новороссийск. Но вот наличие этих ракет сейчас, скорее всего, приведет к тому, что россияне будут вынуждены оттащить назад всю свою фронтовую авиацию. То есть те самолеты-вертолеты, которые базировались на коротком плече подлета к зоне боевых действий, теперь они там размещаться не могут. Потому что прилетит атакамс и к кассетной своей частью, к чертовой матери, все это там выжгет. Поэтому их будут размещать дальше. А это означает, что они будут гораздо менее быстрые в своем реагировании, гораздо менее маневренные. Потому что очень много топлива будет съедать подлет к месту атаки и отлет от места атаки. И, собственно, там поиск маневрирования останется совсем немного. И это очень хороший шанс, опять же, для украинцев, ну, собственно, немного ослабить вот это авиационное давление. Поэтому, как по мне, потрясающие новости замечательные. Дожали тогда, помните, сколько вообще бедный этот Зеленский, значит, дожимал старика Байдена на эти атакамсы? Ну, наверное, год, да, мы про это говорим. Атакамсы, 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 атакамсы. И в итоге дожал. Их пока не очень много, ну, понятно, да. Но сколько их в реальности будет, теперь уже никто не узнает. Потому что они просто, я так понимаю, не будут, как сказали, не будут анонсировать их количество. И не анонсируют. А просто будут тихонечко передавать. И потом вдруг раз, один аэродром, второй аэродром, один порт российский, второй российский порт, одна база, другая. И вот так вот, может быть, удастся выжечь эти самые тылы и всю эту поддержку с воздуха и с моря отодвинуть на очень большую дистанцию. Это даст, конечно, оперативное преимущество украинской армии, которая, напоминаю, все еще находится в состоянии контрнаступления. И никак его прекращать не собирается. Поэтому поздравляю, дорогих комрадов, украинцев. Молодцы, так держать. Ну, а белорусы вам помогут.